Музыка Из-за обращения в адрес Федерального агентства воздушного транспорта со ссылкой на заявление Росавиации о возможности отмены всех чартерных рейсов в стране из-за участившихся задержек с вылетами. Ну, хотел сказать, что такого заявления Росавиация возможности отмены всех чартерных рейсов в стране не было. Это неправильная интерпретация сообщений Росавиации. Росавиация в середине мая стала отмечать следующее явление. Рост объемов перевозок, пассажирских перевозок воздушным транспортом около 23%. И в то же самое время отдельные чартерные авиакомпании нарастили объем перевозок 200% и даже больше, до 240%. Росавиация отмечала, что такой рост объемов перевозок временами не подкреплен соответствующим резервированием воздушных судов, которые выбывают из эксплуатации по различным причинам. Некоторые воздушные суда находятся на плановом техническом обслуживании, но при плановом техническом обслуживании выясняется необходимость дополнительных работ. Условно говоря, в кавычках, вы меняете колесо, сняли колесо и увидели, что у вас тормоз неисправен. Это дополнительные ресурсы, это дополнительное время, это дополнительные трудозатраты. Вот так случилось с тремя самолетами авиакомпании ВИМАВИА, которые, проходя плановое техническое обслуживание, при плановом техническом обслуживании была установлена необходимость проведения дополнительных профилактических работ с тем, чтобы обеспечить гарантированно безопасность полетов, и воздушные суда задержались на плановом техническом обслуживании. У компании появился дефицит воздушных судов, и это привело к задержкам рейсов. Мы на это обратили внимание еще 15 мая, предупредили авиакомпанию о том, что ей необходимо скорректировать свою программу перевозок. Ну, авиакомпания продолжила выполнение программы и регулярных, и чартерных перевозок, ограничившись тем, что достаточно снисходительно смотрела на растущие задержки рейсов воздушных судов. После этого с авиакомпанией были проведены дополнительные профилактические мероприятия. Хотелось обратить внимание, что Росавиация не вправе вмешиваться в финансово-хозяйственную деятельность предприятий. Она может только рекомендовать, вот в данном случае, авиакомпании обратить внимание на необходимость скорректировать программу перевозок в соответствии с необходимостью резервирования воздушных судов. Ситуация стала усугубляться к началу июня, к концу мая, к началу июня. И мы стали отмечать в задержке рейсов не только у компании Вимавиа, в Вимавиа эта ситуация наиболее ярко проявилась, но и в других авиакомпаниях, которые в основном занимаются чартерными перевозками. Многие чартерные перевозчики аффилированы с туристическим бизнесом. И собственники этих авиакомпаний являются также и собственниками и турагентств, и гостиниц за рубежом. И, конечно, меньше внимания обращают на необходимость строгого выдерживания расписания рейсов, пунктуальности, поскольку это нарушает их бизнес. А бизнес такой совместный. Поэтому мы провели 8 июня совещание с известными чартерными перевозчиками. Предупредили их о том, что если будут продолжаться вот такие задержки рейсов свыше двух часов, а задержки рейсов достигают и 12 и более суток, мы в Росавиации рассматриваем это как издевательство над пассажирами. Это уже не вмешательство в бизнес, а издевательство над пассажирами, которые вынуждены в интересах чего-то бизнеса вместе с детьми следовать в настоящее время к местам отдыха и терпеть такие лишения и неудобства. И предупредили их, что мы для начала будем публиковать ежедневно список задержек рейсов с наименованиями этих авиакомпаний, чтобы уже сами пассажиры могли выбирать, с какими авиакомпаниями им летать. Мы этот список завтрашнего дня будем публиковать на официальном сайте Федерального агентства воздушного транспорта. Понятно, что авиационный бизнес очень рискованный бизнес, капиталоемкий бизнес. На взлете попадание птицы или постороннего предмета в двигатель вызывает необходимость его замены, а это многомиллионные расходы, исчисляемые в валюте, в твердой валюте. Мы это все прекрасно понимаем, но стремимся к тому, чтобы наши перевозчики прежде всего выдерживали свои обязательства перед авиапассажирами.